18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. У нас город курортный, мы должны как-то добиться праздника. Засветиться по-новому. Курортный сезон в Анапе обновят и приумножат декоративную иллюминацию. Соберете фоторамку, делаете классную, красивую фотку, интересную. Пиши себя в историю и получи ценный подарок. Краевой конкурс «Голосовач» набирает все большую популярность. Как тяжело, но надо же пахать, чтобы выигрывать. Надо. Точное попадание. Анапские волейболисты вышли в финал краевого первенства. Сегодня состоялось заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования. Секретарь Анапского местного отделения, ведущий партии страны, глава города-курорта Юрий Поляков принял участие в работе однопартийцев. На заседании обсудили вопросы, связанные с организацией предстоящих выборов президента Российской Федерации. 18 марта с 8 утра и до 8 вечера в Анапе и районе будут работать 75 избирательных участков. Как отметили единороссы, важно, чтобы процесс голосования прошел без происшествий. Для этого особое внимание к обеспечению безопасности. Также необходимо обеспечить полную прозрачность выборов и не допустить нарушений. В Анапе ожидают высокую избирательскую активность. Ничто не должно помешать спокойному волеизъявлению каждого гражданина. В Анапе устанавливают обновленную световую композицию на въезде в город в районе санатория Россиянка. Современная начинка сделает одну из визитных карточек города-курорта запоминающейся и узнаваемой. Это лишь часть масштабной программы по изменению облика Анапы к новому курортному сезону, которая разработана по поручению главы муниципалитета. От старой конструкции остался лишь каркас. Освещение будет значительно ярче за счет более высокой плотности светильников. Это светодиодные приборы, поэтому потребляемая мощность не изменится. Обрамлять композицию будет светодиодная лента. Будут запрограммированы визуальные эффекты. В договоре с подрядчиком предусмотрена гарантия. Уже началась подсветка улицы Шевченко. В планах работы на улицах Самбуровой и Парковой. Об этом глава города Юрий Поляков рассказал на заседании городского общественного совета. У нас город курортный, мы должны как-то добиться праздника какого-то здесь. Понимаете или нет? Пионерские засветили, ну не до конца еще столбы. Кто-то видел, нет? Видели. Симферопольское шоссе по-другому переделали светильники. Лентами светятся красиво. Занимаемся всем этим. Анапа стала лидером в Краснодарском крае по количеству избирателей, которые будут голосовать по месту нахождения. Больше людей, которые воспользовались этим правом и будут голосовать не дома, только в Адлере. Таким образом, нагрузка на Анапскую территориальную избирательную комиссию значительно увеличится. Однако здесь уверяют, они к этому готовы. По вашим наблюдениям, какую явку нужно ждать? Насколько активны сейчас наши избиратели? Мы ожидаем очень высокую явку на избирательные участки. Объясню почему. Такой социальной активности граждан за пять лет, работая в территориальной избирательной комиссии, в Анапе я не видела. На самом деле, и люди, которые находятся здесь, в Анапе, но здесь не зарегистрированы. Ну вот, посудите сами, только для заявления, для голосования по месту нахождения, в Анапе только избиратели подали 6 650. Мы занимаем второе место в крае, первый Адлер, вторая Анапа. Меня такая активность населения очень радует. Это те люди, которые находятся здесь, а зарегистрированы где-то в других местах, либо по рабочим моментам. Есть, конечно, внутренняя миграция, скажем, как члены участковых избирательных комиссий. Они тоже приписывались посредством такого заявления к другим избирательным участкам. Но в основном это те люди, которые к нам прибыли. У нас нет еще окончательной цифры, которая нам даст ясную картину через госуслуги «Портал Единый». Но вообще социальная активность очень граждан высокая. Два обхода было по информированию граждан в этом году. Сначала разъяснение голосования по месту нахождения, затем приглашение на участок там, где указывалась участковая избирательная комиссия непосредственно. И задачи ставились очень серьезные участковым комиссиям – дойти до каждого избирателя. Но если где-то произошел сбой, работаем персонально. Полную версию интервью с председателем Анапской территориальной избирательной комиссии мы покажем завтра в вечернем выпуске новостей. Не пропустите. Ну а если у вас возникли какие-либо вопросы, необходимую информацию можно получить на официальном сайте администрации или же на нашем anaporegion.ru. А между тем, до главного политического события страны остается ровно два дня. Кандидаты завершают свои предвыборные кампании. В субботу по закону День тишины. Впрочем, времени, чтобы определиться, за кого голосовать, было предостаточно. Как показывают опросы, анапчане в большинстве своем собираются идти на выборы. Многие – целыми семьями. Обязательно. Почему? Потому что это выбор, это будущее для детей, для меня. Да, семья. Мы все вместе пойдем, конечно, голосовать. Будем надеяться, что что-то поменяется, что наши голоса что-то решат, может быть. Конечно, хотим лучшего для детей, чтобы светлое будущее у них было, чтобы было больше возможностей. Обязательно пойдем на выборы. А почему? Потому что небезразлична судьба нашей страны, тем более сейчас политическая ситуация обостренная. Да, это порядок, это как бы обязанность каждого гражданина. Поэтому это надо идти голосовать. Выбор большой, есть за кого. Я считаю, это чувство какое-то такое, долго, что ли, перед страной отдать свой голос за человека, который в дальнейшем должен управлять нашей страной. 18 марта по всему Краснодарскому краю пройдет фотоконкурс «Голосовач». Любой избиратель, принявший в нем участие, может выиграть смартфон или планшет. Всего разыграет более ста разных призов. Как вписать себя в историю президентских выборов и при этом получить дорогой подарок – инструкция в сюжете. Волонтеры со специальными фоторамками будут дежурить на 39 избирательных участках. Для того, чтобы побороться за айфон или айпад, нужны всего лишь телефон с камерой и немного фантазии. Для того, чтобы прийти и поучаствовать в конкурсе, мы на избирательном участке находим вот такого волонтера. Они будут в маечках, в футболочках, с вот такими фоторамками. Чтобы принять участие, вы просто берете фоторамку, делаете классную, красивую фотку, интересную, заливаете в контакт в инстаграм с хэштегами «Голосовач23АНАПА», привлекаете друзей, получаете лайк и ждете уже результата непосредственно. Желаем всем удачи, приходите, участвуйте в конкурсе. На снимке можно запечатлеться как одному, так и с семьей или друзьями. Главное, чтобы фото было оригинальным и интересным. Победителей определит народное голосование в соцсетях, поэтому страница должна быть открытой. Возрастных ограничений нет, принять участие может любой избиратель. Впрочем, конкурсом заинтересовались даже те, кто еще не обладает правом голоса. К сожалению, мне еще нет 18 лет, и я не могу еще принимать участие в выборах нашего президента. Но я обязательно приду домой, расскажу родителям о том, что проходит этот конкурс. И мы всей семьей придем, проголосуем и выложим фотографию с хэштегом. Конечно, очень интересный конкурс, я думаю, многим будет интересно. Особенно для молодежи, я думаю, им это будет очень интересно. Сейчас все пользуются социальными сетями, Инстаграмом, поэтому это очень даже актуально. На каких именно участках будут установлены фоторамки, можно узнать на сайте администрации города или на нашем anaparegion.ru. Подведение итогов пройдет с 25 марта по 1 апреля. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. В хуторе Заря может появиться парк с летней эстрадой. Жители подали заявку на участие в конкурсе проектов по программе «Комфортная городская среда». В его рамках народным голосованием определяются территории, которые будут благоустроены в первоочередном порядке. По проекту хуторского парка здесь планируется благородить и озеленить территорию. В центре построить амфитеатр. Это позволит проводить больше различных мероприятий. Символично, что парк называется «Дружба». Здесь же детские комплексы, тренажеры для взрослых, скамейки, зоны для отдыха. Нам очень хочется, чтобы развивался поселок. Все жители хотят этого. У нас очень много людей, к сожалению, уезжает, но и молодежи остается немало. И нам бы хотелось, чтобы здесь гуляли люди, радовались окружению. Все было очень красиво и приятно. К нам приезжает очень много гостей из других регионов России. И поэтому мы бы хотели соответствовать. Принять участие в рейтинговом голосовании можно будет уже в это воскресенье, 18 марта. Жители хутора «Заря» смогут отдать голос за свой проект в местном Доме культуры. Для всех остальных жителей Анапского района будут работать еще 54 счетных комиссии. Где они расположатся и какие еще проекты участвуют в программе, можно узнать на официальном сайте администрации и на нашем anaparegion.ru. Подрядчики приступили к ремонту дорог на маршрутах, связанных с проведением чемпионата мира по футболу. На эти цели выделено около 140 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов. Самые масштабные работы запланированы на верхней дороге в селе Витязево. Верхняя дорога, ее обязательно нужно было ставить капитальный ремонт дорог. В этом году, с учетом софинансирования краевого бюджета, мы поставили в план работу эту часть дороги. На сегодняшний день подрядная организация выбрана и уже начались предварительные работы. То есть мы сегодня можем поехать и увидеть, как там уже работает техника и люди начали работать. Специалисты выявили самые проблемные участки, где асфальтовое покрытие быстро приходит в негодность. Там будут в буквальном смысле докапывать до основания и приводить его в соответствие с современными нормативами. По одному из предположений, в конце 80-х, начале 90-х годов никто не рассчитывал, что в селе будет такой поток транспорта, в том числе грузового. В общей сложности в Витязево на гостевом проезде улицы Славной, а также верхней дороге отремонтируют более 4 километров трассы. Более 2 километров улицы Черноморской от Горького до Почтовой, а также основные улицы вокруг тренировочной базы. Дорожные работы также пройдут в станице Анапской. Всего к началу лета отремонтируют более 13,5 километров улиц. По городу у нас улицы будут ремонтироваться, улица Шевченко и улица Самбурова, улица Ленина от Крымской до Промышленной. На курорте завершился муниципальный этап 5-го краевого фестиваля «Поющая Кубань». За звание лучшего боролись 6 творческих хоровых коллективов. На кону путевка на краевой этап конкурса. Фестиваль приурочен к 75-й годовщине со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Все дети любят петь, а еще любят петь хором вместе. Хор – это уникальное единство, праздник музыки, дружбы и творчества. На муниципальном этапе конкурса перед жюри выступили коллективы из 5-й, 7-й, 18-й, 21-й школ и гимназии «Эврика». Песню дружно запеваем, хор сердечно приглашаем. Коллектив «Крениченьки» из станицы Анапская в числе фаворитов. Хор был организован в 1998 году и сегодня в нем занимается уже второе поколение. Это те дети, которые занимаются в классах казачьей направленности. Поэтому казачья песня – это наша первая подруга. Мы поем не только песни. Мы начинаем и заканчиваем урок с чего? Молитвой. Да, мы начинаем и заканчиваем урок всегда с молитвой. Потому что казаки и вера – это самое главное для казака, это вера. Поэтому мы, когда нам было предложено войти в состав сводного хора города, который образовывался 3 года назад, и «Крениченьки» до сих пор мы всегда, мы никогда не опаздываем на репетиции. Мы во всех концертах городских в сводном хоре мы участвуем. У каждого хорового коллектива есть и своя звезда. Вероника Григорян уже 4 года занимается в вокальной студии «Родники села Юровка». Начинала просто с музыки, но по-настоящему раскрылась именно в вокале. Я начала заниматься фортепиано, а потом меня потянуло на классический вокал. После того, как я взяла лауреата первой, второй степени Краснодарского края, меня почему-то потянуло и в школьный коллектив, но правда кубанской песни. Захотелось попробовать себя и с этой стороны – в народной музыке. Мне понравилось, и вот уже 4 года я здесь занимаюсь. А песня для меня уже стала как неотъемлемая часть жизни. По итогам муниципального этапа определились сразу 4 победителя в разных номинациях. Академическое пение – школа номер 7, народное исполнение – школа номер 21. Номинацию «Разновозрастный хор» взяли ученики 5-й школы. Старший хор – ансамбль «Родники села Юровка». Эти коллективы представят Анапу на краевом этапе, который состоится в апреле. Руслан Душевский, Анапа-регион. В Анапе на базе спортивной школы «Олимп» стартовало первенство края по волейболу среди юношей 2005-2006 годов рождения. 10 команд из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинска и других городов Кубани борются за право выйти в финал. Анапчане уже показали свою игру. Они сошли с командами из Геленджика, Славянска, Абинска и Северской. Каков исход поединков в сюжете? Команда Анапы – сборная. В нее вошли волейболисты спортшколы «Олимп» и 10-й детско-юношеской спортивной школы. Ребята много тренировались на кону путевка в край, а там, возможно, и всероссийские соревнования. У Владимира Стельмаха, кроме школьного, есть свой личный тренер. Его мама – профессиональная волейболистка. Она мне говорит в характерах, чтобы я хорошо нападал, хорошо подачил. Но она меня во всем подержала. Как тяжело, но надо же пахать, чтобы выигрывать. Надо. Хороший коллектив, так сказать. Могут в трудную минуту подержать, поболеть. Если, например, подаешь, достал, могут вытянуть мяч. К примеру, сложно. Вот, ну да, ну да. В Анапе развит этот вид спорта. В одном только «Олимпе» волейболом занимаются порядка 300 ребят. Уже в этом году женская волейбольная команда будет защищать честь города-курорта и края на первенстве мира. А четыре анапские спортсменки вошли в состав сборной России по пляжному волейболу. Готовятся дети очень добросовестно в связи с тем, что зал хороший, условия хорошие, инвентарь хороший, все условия созданы. Поэтому у них очень хорошее отношение к тренировочному и спортивному процессу. По результатам пяти поединков у анапских волейболистов четыре победы. Они гарантированно выходят в финал. Какие еще команды поборются за главный приз, будет известно в субботу. Всего в финал попадут четыре команды. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова